Сарга 2. Вступление. Продолжение. «Приветствие сущности всего, сияющему атману, вездесущему сознанию, блистающему в небесах, на земле и в пространстве, внутри и вовне меня!» Валмике сказал, «Для изучения этого писания пригоден тот, кто считает, что он не свободен, и стремится к освобождению. При этом он не полностью невежественен, но и истины не знает. Кто, изучив сначала истории первой Рамаяны, потом изучает книги этой Рамаяны, о достижении освобождения, тот разумен и не рождается вновь». О испепеляющий врагов! Сначала записав эти весьма действенные методы освобождения в виде истории о Раме в первой Рамаяне, «Я намеренно передал ее своему лучшему, самому смиренному, умному и достойному ученику Пхарадваджа, как океан отдает свои сокровища стремящемуся к ним». Однажды где-то в лесах на горе Меру мудрый Пхарадваджа рассказал истории этой Рамайоны самому создателю Брахме. Бхагалан Брахма, прародитель всех миров, был доволен рассказом и произнес, «Мой сын, выбирай для себя любой дар». Пхарадваджа сказал, «О великий, о повелитель прошлого и будущего, я жажду дара, с помощью которого люди освобождаются от страданий. Скажи, что будет лучшим для этого?» Брахма ответил, «Иди к своему учителю, мудрецу Валмики, и моли его продолжить начатую, безукоризненную Рамаяну, слушая которую люди освободятся от всех заблуждений так же легко, как можно пересечь океан по прекрасному мосту». Валмики продолжил, «Сказав это, Бхарадваджа, сам великий создатель, прибыл к моему ашраму вместе с ним, и я немедля приветствовал его должным образом с необходимыми подношениями священной воды и прочих даров». Великий создатель Брахма, пекущийся о благе всех существ, произнес, «О лучший из мудрецов! Несмотря на сложности написания этой прекрасной истории, объясняющей истинную природу Рамы, не оставляй свой труд, пока не закончишь его. С помощью этого писания люди будут переправляться через океан страданий сансары с легкостью, как на лодке. Я пришел сюда, только чтобы сказать это. Для блага мира закончи свое писание». Так сказал нерожденный создатель Брахма, и тут же пропал из моего благочестивого ашрама. Как волна, поднявшись на мгновение, стремительно возвращается в воды океана. Я изумился, когда Бхагаван пропал. Но позже, когда мой ум уже успокоился, снова спросил Бхарадваджу, «О, Бхарадваджа, что изрек создатель Брахма, скажи мне скорее!» И Бхарадваджа повторил мне слова создателя. Бхарадваджа сказал, «Создатель произнес, продолжай работать над Рамаяной, как и раньше, на благо всего мира, чтобы она стала лодкой для пересечения океана сансары. И мне, О, Бхагаван, расскажи, как в такие трудные моменты сансары действовали мудрые Рама и Бхарад, а также Шатрукхна, Лакшманана, прекрасная сита и благоразумные советники, которые были с Рамой. Расскажи мне во всех деталях, как они освободились от страданий, чтобы я и весь мир тоже могли освободиться». «О, великий царь!» так почтительно попросил Бхарадваджа, и тогда, чтобы выполнить приказ создателя Брахма, я начал этот труд. «О, мой сын Бхарадваджа! Слушай, я поведаю все, о чем ты просишь. Услышав мой рассказ, ты оставишь заблуждение далеко позади». «О, разумный!» действуй так же, как Лотоса Оки Рама, который оставался счастливым с умом, лишенным всех привязанностей. Поступай так же, как Лакшмана, Бхарата, мудрый Шатрукхна, Каусалья, Сумитра, Сита и Дашарадха. «Действуй, как Критастра, Аверотха, достигшие пробуждения Васиштха, Вамадева, и восемь придворных советников, чьи имена – Дхришти, Джаянта, Бхаса, Сатья, Виджая, Вепхишана, Сушена и Хануман, а также Индраджит. Эти восемь советников обладали спокойным и бесстрастным умом, достигли освобождения в этой жизни и действовали в соответствии с тем, что приходит само. «Мой сын, если ты будешь поступать, как они, поклоняясь, давая, черпая, проводя время и помня об истине, ты освободишься от страданий». Упавший в бескрайний океан сансары, достигнув высочайшей истины, не печалится более, не страдает и не беспокоится, оставаясь неизменно довольным и исцеленным от лихорадки желаний. Такова сарга вторая, вступление, книги первой о разочаровании Мах-Харамаяны, Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записаны в Алмике.